Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и это обзор 1-8 финала Лиги Европы. Поехали! Итак, начинается наш обзор, естественно, с самого интересного матча, потому что поначалу это всегда так, и это Манчестер Юнайтед против Ласка. Но первый матч у нас проводился именно в Австрии, и на 77-й минуте, вот так вот замечательно, Манчестер Юнайтед, как главный фаворит этого турнира, замечательно начал эту атаку, ну и закончил благодаря голу Гринвуда. Вообще, Манчестер Юнайтед, действительно, главный фаворит Лиги Европы в каждом, наверное, сезоне, в каком он участвовал в ней. Было это пару лет тому назад, если ничего не пуду, в 2016-м где-то году, может быть, чуть раньше, когда Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы обыграл Амстердамский Аяк со счетом 2-0, и именно в том году Манчестер был главным фаворитом Лиги Европы, ну и в этом году является таковым. Так что Мэйсон Гринвуд сегодня забивает первый уже гол в противостоянии Ласка и Эмью. И также, друзья, напоминаю, если у нас будут нулевые матчи, то есть с ничельным результатом 0-0, мы эти матчи будем сразу пропускать, говоря вам, что матчи были произведены в ничью 0-0. Но если даже ничья 1-1, то матч мы, естественно, будем показывать. Итак, у нас второй матч, это ответный матч на Олд Траффорде. И вот концовка уже матча, казалось, все, Манчестер, ну уже точно, проходит дальше, потому что в концовке еще и владеет мячом. И вот здесь вот на 90-й минуте Бруно Фернандеш, главный лидер теперь уже Манчестера Юнайтеда, после перехода из спортинга, практически он вроде каждую игру в АПЛ является игроком матча. Вот, что значит, действительно важная покупка для Манчестера. И благодаря голу Бруно Фернандеша, извиняюсь, Манчестер проходит дальше, это уж точно, с расчетом 2-0, то есть более уверенно добил эту атаку Бруно Фернандеш. Это преимущество над Ласком, не только Гринвуд забивал в этом противостоянии, но вот Бруно Фернандеш. Замечательный и интересный матч, на самом деле. Всегда интересно ожидать более серьезного соперника для Манчестера Юнайтеда, но вот как-то везет и им жеребевка, и, наверное, больше не везет их соперникам. Ну и все, друзья, на этом матч и вообще в целом противостояние Манчестера и Ласка заканчивается. Переходим мы к следующей уже игре, и это у нас игра Истанбула Баших Шахира, который принимал в Копенгаген. Это первый матч в Турции, который был. Ну что же, поехали смотреть. Как мы видим сейчас в атаке именно турецкий клуб замечательно находит Эдина Виску, и тот забивает. На 56-й минуте Истанбул Баших Шахир выходит вперед. Это замечательный гол. Эдина Виска вообще главный лидер, ключевой игрок состава. Истанбул Баших Шахир еще и капитана команды. Так что неплохо было бы ему действительно перейти уже в хороший там европейский чемпионат в топ-5 лигах. В какую-нибудь, ну, можно даже сказать, боевую команду, которая каждый сезон борется за чемпионство, может даже и выигрывает каждый сезон. Но вот пока что он играет именно в Турции. Но это у него замечательно получается. Ну что же, первый матч у нас так и закончился. С счетом 1-0 в пользу Истанбул Баших Шахир. И мы перемещаемся к ответной игре, которая была уже в Дании. Копенгаген против Баших Шахира. Итак, здесь более, мне кажется, все так же понятно. Уже в первом тайме замечательная подача идет. И забивает Баших Шахир второй мяч в серии. И все. Это 2-0. Баших Шахир даже забивает уже на выезде Копенгагену. Копенгагену нужно было забить один гол у себя дома, чтобы сравнять хотя бы счеты в матче. Но вот Кривели забивает, увеличивая преимущество, прям как Бруно Фернандеш в матче против Ласка. Но здесь уже очень мало действительно шансов у Копенгагена. Хотя вот начало второго матча, там 20 какая-то минута. Ну и Баших Шахир забивает этот гол, увеличивая свое преимущество до двух мячей. Поэтому сейчас будет намного труднее Копенгагену, которые все равно, ну вот, дошли до 1-8 лиги Европы. Пройдя 1-16. И вот так вот, отлетая пока что 2-0 от турецкой команды. И вот Кривели забивает гол в ворота Копенгагена. На этом матч у нас, естественно, заканчивается здесь перед самым перерывом. Замечательно. Все вот так вот получилось, действительно. Кривели вроде сейчас пробил первым ударом во вратаря. Кто-то отбил. И, естественно, на ногу Эдин Виски, который забил Висча. Я не знаю, как правильно. Висча, Виска. Напишите об этом в комментариях, как правильно выговаривается фамилия этого футболиста. Вот. И замечательно, здесь уже по пустым воротам и в двухматчевом противостоянии как раз забивает именно Эдин Виска. Два мяча в ворота Копенгагена. И становится, ну уж точно, он становится главной и ключевой фигурой этого противостояния в 1-8 лиге Европы. Все-таки забив два мяча в двух матчах, это, мне кажется, очень даже замечательно. Ну что же, а у нас заканчивается противостояние. Датского клуба и Турецкого. Мы переходим к следующим. Это немецкий против швейцарского. Это Айнтракт Франкфурт против Базеля. Тоже две очень интересные команды. И замечательная подача, кстати, Костича. Ой, нет, извиняюсь. Да, Костич вроде или нет? Костич подавал или я что-то как-то не увидел. Ладно. Забивает Комада. Первый гол в этом противостоянии на последних минутах. Все-таки получилось Франкфурту забить. Айнтракт, кстати, дошел, если ничего не путаю, до полфинала в прошлом сезоне Лиги Европы, вылетя от лондонского Арсенала, которые уже вылетели в финале Лиги Европы от лондонского Челси. Так что, ну, просто немножко не повезло Айнтракту. Тогда у них был в составе и Антерейбич, вроде он и сейчас... Нет, сейчас Антерейбич вроде в Милане, если ничего не путаю, в аренде находится. Был, кто еще? Лукаевич тоже был, если я точно ничего не путаю. Ну, вот и сейчас Андре Сильва, классный игрок, и Дайчи, Комада в нападении у Айнтракта находится. Ну, все, первый матч, как вы понимаете, заканчивается. С счетом 1-0 в пользу Айнтракта. Так что, интереснейший матч действительно у нас выдался. На последних минутах, правда, все ключевые действия и были совершены. Ну, и мы перемещаемся к ответной игре в Швейцарии. Базель против Айнтракта. Замечательно здесь Базель развивает свою атаку. Прострел, и это удар. Ну, это замечательно, это 1-1. Как и Базель, так и Айнтракт забивают первые на своем стадионе. Отлично здесь забил Джака, но не тот, не гранит, естественно. Джака, там вроде еще есть один, тоже швейцарец. Вот, Джака в составе Базеля. Ну, здесь замечательно. Увидел, во-первых, игрок этот пас, отдал, но тот замечательно Джака замкнул. Классно все получилось в этой атаке. Интересная сама по себе она получилась. И все. Счет у нас сейчас 1-1 в этом противостоянии. Тауланд Джака забивает первый гол. Во-первых, Базеля в этом противостоянии. Но не все, друзья, так радужно для Базеля. Хоть они и сравняли счет на домашнем стадионе. Подача углового во втором тайме от Франкфурта, Айнтракта. И вот так вот замечательно мяч залетает в ворота. Сейчас мы будем, естественно, все здесь разбираться. Кто-то как пробил. Если я не ошибаюсь, здесь гол засчитали на Андре Сильву, про которого мы уже говорили. Команда и Андре Сильву вот в нападении в составе Айнтракта находится. Но вот здесь вот он ударил, защитник попытался, но там уже за линией ворот. Все-таки здесь вот прям, ну это точно видно, даже без вара всякого, что мяч действительно уже пересек линию ворот и забил именно Андре Сильву. Действительно классный португальский футболист. Забивает гол, сравнивая счет в матче и делая его в этом противостоянии 2-1. И дальше у нас проходит именно Айнтракт со счетом 2-1, выигрывая Базель в двухматчевом противостоянии. Мы переходим к следующему матчу. Вот здесь это действительно самый, мне кажется, интересный матч, самое интересное противостояние. Две очень классные команды. Сивили, которая три сезона подряд выигрывала Лигу Европы. Вот, ну, встречается она против итальянской команды Рома. Ну вот здесь вот Эдин Джека. Замечательно здесь запрессинговали игроки Рома Сивилию. И тем самым забивает Эдин Джека, самый главный нападающий в Роме. Еще и капитан команды из капитанской повестки выходит Боснийц. Ну вот просто. Здесь все по факту. Одна передача перехвачена была от... Это Пелегринь, да, Пелегринь. Перехватила, дает на Джека. Ну и тот, естественно, забивает, реализуя свой стопроцентный момент. Это очень важно. Тем более Рома забивает сейчас гол на выезде. Ну и этот матч будет, естественно, главным украшением 1-8 финала, так как больше таких сильных противостояний нет у нас. Вот здесь, например, уже во втором тайме замечательно Акомпос навешивал на Нолита, который замечательно завершил эту атаку. Хорошим ударом показывает, что тихо-тихо. Еще Сивилия в игре. Так что все еще в наших руках. Ну действительно, не в руках, а в ногах получается сейчас. Акомпос замечательно вот здесь вот прошел дальше, навесил. И там замечательно в самую девятку, если я не ошибаюсь, прямо забивает Нолита. Сейчас вот этой камерой мы прямо точно это с вами увидим. В касание пробивает. Ну да, друзья, но это девятка. Это чистая девятка. Забивает Нолита в касание с навеса причем. Ну и, естественно, Холен Лапитеги радуется, что все-таки Сивилия смогла сравнять счет в домашнем матче против Ромы. Но, к сожалению, для болельщиков Сивилии этот турнир Сивилия заканчивает, так как ответная игра в Италии была совершена со счетом 0-0. И тем самым, благодаря вот этому единственному голу Эдина Джека в ворота Сивилии на чужом поле, они проходят дальше. Выездной гол все и решает. Но вот здесь вот замечательный противостояние у нас очередное. Олимпиакос против Вулверхэмптона. Олимпиакос сенсационно в реальной жизни прошел у нас лондонский арсенал и тут снова попадается на АПЛовскую команду. Но, мне кажется, Вулверхэмптон все-таки должен отомстить за своих братьев из Англии, за арсенал. Во-первых, сначала они отстаивают свою честь. И вот здесь вот замечательный удар Жо Маутиньо. Тоже очень плотный, под самую перекладину забивает, причем в касании. Еще и мяч и летел. То есть это удар с лета даже и под самую перекладину. Забивает Жо Маутиньо. И это тоже, между прочим, гол на выезде. Так что повезло и Роме. Может быть и сейчас тоже повезет Вулверхэмптону. Но 1-0. Замечательный гол Жо Маутиньо. Вводит вперед Вулверхэмптон на выезде. Но это еще не все. 83-я уже концовка. Действительно, вы видите матчи. Диога Джота с мячом. Будет подавать. Да, подача пошла. И вот снова Жо Маутиньо забивает дубль сегодняшнего матча. 84-я минута. 2-0 выиграет Вулверхэмптон. Это очень замечательно для них. Ну и Жо Маутиньо будет, наверное, ключевым. Одним из игроков. В команде лучших 11 игроков на своих позициях. В 1-8 лиге Европы. Замечательная подача. Жо Маутиньо еще из-под защитников в ближний угол пробивал. Все идеально было сделано. Шедевральный удар. Галкипер. Ну и здесь просто ничего не показал в этом матче. Тот удар, это, конечно, первый. А Джо Маутиньо тяжело было потащить. Он был с лета. Он был мощным. Он был сильным, действительно, от Джо Маутиньо. И прям под самую перекладину. Здесь пропускают уже из-за ошибки. Здесь, скорее всего, и защитник, который накрывал Джо Маутиньо. Но и за вратаря. Вратарь просто не видел этот мяч. Мы переходим к ответной уже игре. Это в Англии. Играем мы на стадионе Буллэрхэмптона. Вот. Так что Олимпиакос, кстати, неплохо отыграл матч против Арсенала у нас. Вот. И забивает и здесь. 45-я, друзья, минута матча. Олимпиакос уменьшает преимущество в двухматчевом противостоянии Буллэрхэмптона. Выходит, во-первых, вперед в сегодняшнем матче. Они, между прочим, тоже проиграли с счетом, если не ошибаюсь, 2-0, либо 3-0 Арсеналу у себя дома. Но вроде-либо победили там со счетом 2-1 на Эмирейт Стадиум Арсенал. Но это именно у нас. В реальной жизни они вот прошли Арсенал. Вот. Так что наше, действительно, все внимание будет приковано, наверное, все-таки Буллэрхэмптону. Уж точно в этом матче. Потому что, ну вот, они хорошо контролировали игру на выезде. Ну, теперь нужно как-то собраться. Но ничего от этого и не случилось. То есть, минимальная победа в Олимпиакосе не приносит никаких нужных дивидендов в команде. И побеждает именно Вуллэрхэмптон благодаря двум забитым голам на выезде. 2-1 в общей счете, в общей сумме. И вот здесь Интер-Хитафи. Тоже интересное противостояние. Ромелу Лукаку замечательно. Вы просто посмотрите. И за штрафной в самую девятку забивает Ромелу Лукаку. Еще и сальто он исполняет двойное. Причем. Ну и замечательно. Интер действительно классная команда. Теперь вот в чемпионате Италия она. Очень все у них классно получается. Тем более еще и под руководством Антонио Конте. Это просто вообще невероятно. Ну, вы просто посмотрите на эту траекторию мяча. Как это все увидел сам Ромелу Лукаку. Ушел от подката. Ну, практически здесь не успел защитник. Ну, какой удар. Причем в девятку с такой подкрутки. Ну, это замечательно. Интер выходит вперед на стадионе Сан-Сиро. Либо Джузеппе Миаце. Не знаю, на каком именно стадионе играет Интер, либо Милан. Напишите об этом в комментарии. Потому что название у них вроде как для каждой команды свое. То Сан-Сиро, то стадион Джузеппе Миаце. Ну, вот еще и Эриксон забивает, так сказать, последний гол. Если я ничего не путаю в матче. Забивает за 16 где-то там примерно минут до конца матча. 74-я минута. Крисон Эриксон, трансфер, который совершил Антонио Конте в зимнее трансферное окно, перешел из Тоттенхэма в Интер. Ну, действительно, в Тоттенхэме была у Тоттенхэма единственная попытка что-то о себе сказать. Это проведя не одну трансферную сделку за два сезона, либо за сезон. И они вышли в финал Лиги Чемпионов. Но там уже проиграли невероятному Ливерпулю, который 4-0 вынес на Энфилде Барселону. Поэтому там было без шансов просто. Ну, и поэтому Эриксону тоже немножко уже надоело. Нужны были и победы, и все такое. Но матч, как вы понимаете, у нас заканчивается. И в Испании голов не было забитым. Поздравляем Интер с проходом дальше, со счетом 2-0. У нас новое противостояние. Здесь у нас Вольсбург против Шахтера. И вот здесь вот в Германии замечательно пробивает Дентиньо, если я не ошибаюсь, Дентиньо Морайес. Вроде так его зовут. И Шахтер выходит вперед на уже даже 93-й дополнительной минуте. Замечательный удар. Но здесь вратарь тоже как-то неправильно все-таки отыграл. Конечно, не мне судить. Но капитан команды Дентиньо левой ногой вот так вот еще получилось пробить, что подкрутка пошла хорошая. Кастельс пропускает. Если я не ошибаюсь, то это Кастельс стоит сейчас на воротах в Вольсбурге. Ну, вот пропускает. Так что уже сразу. Ну, здесь нет шансов у Вольсбурга уже отыграться. 93-я минута. Поэтому Шахтера уезжает на домашний матч в Украине против Вольсбурга. Уже с минимальным преимуществом, да еще и с гостевым голом. Это вообще просто замечательно. Как вы понимаете, мы на Донбасс-арене. Замечательный стадион, на котором был произведен, если не ошибаюсь, именно здесь. Либо нет. На стадионе в Киеве вроде, да. Был произведен финал Лиги Чемпионов. Не так давно, когда Реал обыграл Ливерпуль. Со счетом 3-1. Ну, а здесь пенальти. Пенальти в ворота Вольсбурга. Так что Шахтер сейчас может замечательно на 40-й минуте выходить вперед. К мячу подходит натурализованный украинец с бразильскими корнями Марлос. Он замечательно забивает. Делает еще 2-0 в противостоянии. Ну и Вольсбургу теперь, ну действительно, нужно забивать 2. И только в этом случае они выйдут дальше. Потому что Шахтер-то забил всего лишь один единственный гол в Германии на выезде. Поэтому сейчас все силы должны бросить немцы. Потому что, ну тоже, Вольсбург классная команда. А в Еврокубках, да и в Германии тоже. Поэтому, тем более, она еще играет в Лиге Европы. Должна там точно своего уровня соперника переигрывать. Но, как вы видите, пока что полная доминация Шахтера в двух матчах подряд забивает Шахтер первыми. Вот это тоже интересно. Ну вот Шахтер единственная команда, если я ничего не путаю, оставшаяся из СНГ в Еврокубках. Российские клубы не участвуют, к сожалению. Но вот еще и так забивает Тайса на 53-й минуте. Шахтер уже громит в общей сумме двух матчей. Со счетом 3-0 проходит дальше именно Шахтер. Сейчас, ну все, как вы понимаете. Мы поздравляем Шахтер с проходом в нашу 1-4 Лиге Европы. Сейчас многие там говорят, что будет все по-другому. Сейчас немного. Я имею в виду, там хотят финал четырех, финал восьми, восьмерых, как-то так-то. Финал восьми команды Лиги Европы, которые будут проводиться в Кельне. Я как-то сейчас прочитал такую информацию. Но все равно командам нужно будет отыграть, мне кажется, 1-8, чтобы было известно топ-8 лучших команд в Лиге Европы. И тогда уже да. Замечательно, матч заканчивается. Мы переходим к следующему матчу. Если я не ошибаюсь, а я могу сейчас ошибаться, но я гляну быстренько. Да, вроде да. Это, кстати, последнее противостояние. Это Рейнджерс шотландский против Байера Леверкузен, который участвовал у нас еще и в обзорах Лиги Чемпионов в группе с Локомотивом, Атлетиком, Андридом и Ювентусом. И вот так вот Байер уже на 21 минуте на выезде выходит вперед. Замечательно классная здесь, во-первых, игра. После возвращения Бундеслиги Байер очень классно себя показывает. Кай Хаверс просто невероятный игрок, который действительно тащит. Но здесь вот Карим Белараби забивает. Ну и Рейнджерс пропускает со Стивеном Джерардом во главе тренерского штаба Рейнджерса. Ну и Карим Белараби. Я не помню, забивал или нет он у нас в Лиге Чемпионов. Но игрок этот точно очень хороший. Показывает нужный уровень. Вводит вперед команду. И вот снова 44-я минута пробивает Карим Демирбай. Замечательный удар, друзья, со штрафного. Замыкает. Ну не замкнул, здесь просто это действительно мощный был удар. И забивает Карим или Керем, я не знаю, Демирбай. Вот. А может даже и Демирбая по-другому вообще зовут. Сейчас мы, кстати, это узнаем. Вот. Ну очень классный здесь штрафной этот удар. Сейчас мы отсюда прям глянем, куда он прям залетел. Ну не самая девятка. Под перекладину. Ну здесь, да, неберущийся удар. Вот. Да, Керем, кстати, правильно. Не Карим, а Керем. Я два варианта предлагал. Ну вот Керем именно соспала. Так что имя уж точно это футболиста. Я знаю. У нас продолжение этого все еще этого же матча. Вот он, Кай Хаверс, уже не смог забить. Но вот здесь вот забивает Керем Демирбай дубль в сегодняшнем матче. 69-ая минута. Рейнджер сгорит от Байера со счетом 3-0. Ну и все. Байер действительно заслуженно. Уже 3 забивает на выезде. Вряд ли они пропустят от Рейнджер с 4 у себя дома. Поэтому здесь заслуженно проходит дальше. Именно Байер из Ливеркузена. Ну пропустит. Вот здесь еще зачем вообще во вратаре сейчас прыгал. Просто без понятия. Уже точно был, он не достал этот мяч. Но попытка не пытка. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И 69-ая минута. Керем Демирбай делает еще 3-0. В пользу Ливеркузенского Байера. Но они вылетели из Лиги Чемпионов. Поэтому им нужно теперь выигрывать Лигу Европы. Либо очень далеко проходить в стадии плей-оффа. До полфинала, четвертьфинала они точно должны доходить. И вот Байер принимает Рейнджер, которые они обыграли на выезде с счетом 3-0. И вот здесь Аларио уже на 8-й минуте выводит вперед Байер. Это уже четвертый мяч подряд забивает Байер Рейнджерсу первыми. И ни одного ответного гола Рейнджерс просто не мог сообразить. Хорошо, без проблем. Как говорится, что теперь будет делать Стивен Джеррард? Вот это главное. Многие, кстати, говорят в последнее время, что Стивен Джеррард задумывается о становлении главным тренером какого-нибудь именно английского клуба, не великобританского, как вот сейчас у нас он тренирует Рейнджерс. А действительно попасть в какой-нибудь клуб АПЛ и тренировать его наравне с Лэмпортом, с Мауринио, ну и с Ольгюнером Сульшером. 1-0. На этом все. Матч выигрывает, естественно, Байер. 4-0 в общей сумме. И вот она на ваших экранах команда недели. Ну вот, Жоу Маутинио стал лучшим игроком 1-8 лиги Европы. Забив дубль Олимпиакос, он получает оценку 9-1. Ну что же, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые проходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok